Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня пятница и в очередной раз у нас отчет о беременности. Говорим о 26 и 27 неделях моей беременности. Эти две недели начались для меня достаточно волнительно. Понятное дело, что вся беременность для меня волнительна, но тем не менее именно в эти две недели я, наверное, по-настоящему испытала тревогу, страх о том, что с моей беременностью может быть что-то не так. И всему виной усиленные боли внизу живота. Таких болей я не испытывала, наверное, ну еще ни разу за все последние 6-7 месяцев. Что же произошло? Я проснулась утром и я поняла, что мне уж сильно тяжело подняться и начать свой день. То есть у меня болело внизу живота, меня все тянуло. Я уже не могла понять, что именно болит, но я понимала, что каждый шаг, который я делаю, он сопровождается болью. То есть, соответственно, если делаю шаг правой ногой, то болит в правой стороне. Если делаю шаг левой, то болит в левой стороне. И это меня очень сильно насторожило, потому что обычно, ну, как я уже говорила, такой симптоматики нет. Я позвонила своему врачу, у нее в этот день оказался выходной. Я объяснила ситуацию, сказала, что вот есть вот эти боли, и мне действительно очень сложно передвигаться. И эта боль, это состояние, оно непривычно. То есть такого у меня еще не было. И самое важное, что еще с предыдущего вечера и ночи то, что я отдохнула, полежала, в конце концов спала всю ночь, это не помогло. То есть отдых, он никоим образом не повлиял на мое состояние. Конечно же, врач сказала так, быстренько, значит, приезжаешь ко мне, через час буду у себя в клинике, и мы посмотрим. Потому что оставлять так нельзя. Лучше удостовериться и убедиться, что все в порядке, нежели потом очень-очень сильно жалеть. Я согласилась, и, конечно же, я приехала в клинику. То есть доктор меня смотрела, проверила сердцебиение, посмотрела все параметры важные, витальные для благополучия жизни малыша. Все, слава богу, было в порядке. И она мне сказала, что нам обязательно нужно посмотреть шейку матки, потому что важно уточнить, не укорачивается ли это шейка матки. Потому что, как правило, боли именно в промежности, если отдают туда, то это может свидетельствовать о том, что шейка матки укорачивается. Если шейка матки укорачивается, то это уже такой большой признак преждевременных родов, чего на моем сроке допустить ни в коем случае нельзя, потому что это вот 26-27 неделя. И, конечно же, тут испугалась я очень-очень сильно и, конечно же, надеялась, надеялась, что все там будет в порядке. Посмотрев шейку матки, мы убедились, что действительно с ней все в порядке. Мы сделали УЗИ внутреннее, сделали УЗИ внешнее и по всем параметрам все было хорошо. В том числе плацента, она прилегает плотно к задней стенке моей матки и с ней также все хорошо. У малыша и с сердцебиением, с пульсом все хорошо. Поэтому спокойной душой врач меня отпустила домой и посоветовала в ближайшие дни соблюдать уж сильно постельный режим для того, чтобы не напрягаться и не переусердствовать своей активностью. Так как, скорее всего, эти боли, они, во-первых, от того, что связки адаптируются к новому своему состоянию и к тому, что все там расширяется и малыш требует все больше и больше места. И второе, она сказала, что вот малыш уже лежит головой вниз, что для нас это очень хорошо и будем надеяться, что он в таком положении останется. И головушкой своей он лежит действительно очень-очень низко. Следовательно, он бьет и по шейке матки, он бьет и по косточкам и, в общем-то, создает этот огромный-огромный дискомфорт, который я ощущаю. И даже те боли, которые я ощущаю при каждом шаге. Именно потому, что вот он там очень низко находится и уже сильно давит. Вот. Соответственно, я уже с более спокойной душой вздохнула, позвонила мужу, сказала, что все в порядке. Более усердно следила за приемом магния, за приемом витаминов, за приемом воды, которые нужно в должном количестве принимать каждый день для того, чтобы помогать организму справляться. Еще доктор мне посоветовал колено-локтевую позу принимать какое-то количество времени ежедневно для того, чтобы облегчить, в общем-то, своему организму работу немножечко хотя бы на какое-то время и почки, чтобы немного освободились от лишнего веса. Ну и, соответственно, как-то помогать. И, конечно же, наступил тот великолепный момент, когда мне уже нужно было купить бандаж. Потому что живот мой уже в сроке 26-27 недели был больше, чем обычно у женщин на этом сроке. То есть у меня достаточно большой живот. И, конечно же, бандаж тоже способствует тому, чтобы было легче передвигаться и облегчить вот именно эти болевые симптомы, которые создаются при нагрузке на организм. Что касается малыша. Малыш мой развивается замечательно и до сих пор он развивается быстрее немного, чем должен был бы по показаниям именно недели цикла. По УЗИ он на недельку старше. Соответственно, гормон роста его уже помог вырасти до 23 сантиметров в длину и вес приблизительно 850 грамм. Из тех функций, которые в нем развиваются и органов и всего остального, но, наверное, стоит заметить то, что уже в глубине маленьких десен образуются постоянные зубы, которые сменят молочные зубы к 5-6 годам его жизни. И помимо этого он уже замечательно все видит, слышит, может ощущать запахи, вкусы, конечно же. И что касается зрения, то он уже видит части своего тела, и он может уже понимать соотношение этих частей тела. Активно уже играется с пуповиной, дергает ее и тренирует уже свой хват и, в общем, занимается, как обычно, своими важными делами. Его движения я ощущаю очень и очень хорошо. Особенно с утра и особенно вечером. И это как раз-таки то время, когда я замеряю и считаю его движением. То есть я уже для себя выявила паттерн, когда малыш бодрствует, и когда я уже понимаю, что он бодрствует и не спит, вот тогда я ложусь и пытаюсь засечь час, на протяжении которого я считаю минимум 10 движений. Как правило, это намного-намного больше, он сильно активно у меня шевелится, но в любом случае это уже такое наше с ним ежедневное общение, когда мы друг дружке сообщаем о том, что вот я, в общем-то, здесь активный, либо он проснулся, либо я уже изъявила какое-то желание пообщаться, и, следовательно, мы, в общем, он меня пинает изнутри, я его поглаживаю снаружи и с ним разговариваю, для того, чтобы он, конечно же, привыкал еще больше к моему голосу. Очень хорошо реагирует уже на этом сроке на мой голос, папин голос, он начинает все больше и больше узнавать, и на него, кстати, больше реагировать, потому что именно на этом сроке он активнее реагирует на низкие частоты, не на высокие, и, соответственно, папин голос ему нравится все больше и больше. И также я заметила, что на громкий звук музыки, на крики, на шумы, особенно если ему непривычны эти шумы, он как-то начинает реагировать. Очень надеюсь, что эта реакция, она обусловлена, в принципе, тем, что он что-то физически услышал, и она не наполняет эту маленькую головушку страхом, но, тем не менее, я пытаюсь избегать очень шумных мест и избегать каких-то тревожных разговоров, криков и всего, что может моего малыша потревожить и побеспокоить. Поэтому, в общем, берегу его маленькие ушки, его еще такой маленький нежный слух, для того, чтобы он больше знакомился с внешним миром и с нашими, с папой голосами, нежели чем пугался того, что ему кажется непонятным, непривычным и, может быть, даже каким-то вражеским вне маминого живота. На этом я сегодня заканчиваю свой отчет беременности 26-27 недели. На самом деле, я рада, что мой отчет получился, наверное, таким скучным и несодержательным, и все, о чем мы можем говорить, это развитие малыша, это какие-то планы на будущее, и в меньшей степени, конечно же, говорить о каких-то экстренных случаях, происшествиях, когда тебе нужно отправляться к врачу, и когда, не дай Боже, с тобой что-то происходит. Поэтому я считаю это благословением, и ради вот именно сохранности своего малыша я готова записывать скучные отчеты о беременности. Пишите в своих комментариях, как же ваша беременность проходила или проходит именно на этом сроке, какие ваши симптомы, и что же ваш малыш там делает, и какие движения у него именно на этих неделях. Ну, а тем временем я желаю вам приятных выходных, замечательно отдохнуть от рабочей недели, провести время в кругу семьи и друзей, и мы с вами уже увидимся в понедельник. На этом сегодня все. Пока! Субтитры подогнал «Симон»